Привет, друзья! У нас с вами в Steam появилась новая игра, 2 октября вышла, совершенно её не заметил, её мало кто заметил. Называется Became the Hunted, это игра, где нам нужно будет выживать за этого волка, но сразу предупреждаю, что игра в мега ранней альфе, то есть 0.1 версия альфа. И здесь, ну это как бы сейчас ещё только концепт, в который уже можно поиграть, в котором уже можно что-то делать, но на самом деле это альфа, то есть это нужно сразу понимать. То есть здесь куча багов, недоработок, звука, например, волка практически нет. В общем, он нам рассказывает, что большинство океанов высохли десятилетия назад и остались только маленькие озёры и реки. За волком мы с вами можем, я так понимаю, что кусать, дальше мы можем там что-то пытаться раскопать из-под земли, мы можем на самом деле лечь поспать. Это довольно-таки прикольно. Такой милый. Давайте встанем, нам сейчас это не нужно. Хотя на самом деле нет, он спать долго не будет. Дальше у меня по идее на экране должны быть здоровье, выносливость и прочие показатели, но просто они появятся чуть попозднее. Я чуть-чуть побегал, просто посмотрел, насколько игра хорошо работает, насколько хорошо она записывается, потому что, ну как говорю, ранние альфы и возможны баги. Собственно говоря, здесь довольно-таки сложно выжить. Кстати, первая подсказка, нажмите shift, чтобы бежать. Но, собственно говоря, особо бежать мы сейчас с вами не будем, попытаемся идти пешком, потому что бег у нас будет съедать огромное количество выносливости. И вот, как раз на своем показателе появляется слева внизу. 50 лет назад эти места были под водой, говорит нам автор. Так вот, здесь есть и другие животные, так, например, вот там вот пробегают... Я собрал... А, я собрал металлолом. Хорошо, я не знаю, зачем волк забирает металлолом, но он его собирает. Так вот, здесь бегают олени, но есть их, я так понимаю, нельзя. Вот еще металлолом, окей. Нам нужно будет с вами найти яблоки. И поесть яблоки, насколько бы это парадоксально не звучало. Почему под водой какой-то крестик? Нужно делать скидку на то, что это просто такая вот очень странная игра выживания. Ну-ка, я могу здесь раскопать что-нибудь, нет? Нет, ничего нету. Я не знаю, вообще вот это вот умение раскапывания работает или нет. Здесь нужно есть яблоки. То есть, идите... Во, мы нашли с вами еду. Фуд плюс еда. То есть, вот это только что было плюс еда, да? Хорошо, предположим. Когда мы с вами идем, у нас есть показатель выносливости. И этих ребятах мы с вами подронить не можем. На клавише H у нас... Вой. Ну, в принципе, и все. Мне кажется, все. Ну, естественно, на шифте можно бежать. Но, честно говоря, бежать не хочется, потому что мы сейчас с вами очень быстро потратим нашу выносливость. И, ну, честно говоря, ты посмотри, с какой скоростью у нас заканчивается все равно зеленая полоска с синей. То есть, я так понимаю, еда-вода или что это такое? Ну, еда как минимум. Заканчивается просто бешено быстро. То есть, тормозить, видимо, тоже нельзя. Нужно идти вперед. Мы с вами подобрали кустик, который дал нам подсказку, что это плюс к еде. Плюс у нас слева наверху есть задание. Следуйте за дымом. И съешьте три яблока. Но яблоки я пока что, честно говоря, здесь не находил. За дымом следовал. Ничего мне это, в принципе, не дало. То есть, просто сейчас нужно быть чуть-чуть повнимательнее. Может быть, яблоки где-то есть. Может быть, здесь где-то? Что это такое? Нет? Вот это нельзя раскопать? Нет, это раскопать нельзя. Но дым мы с вами, собственно говоря, нашли один. Второй дым вот здесь вот. Погнали сюда. У нас в этот раз почему-то очень быстро заканчивается полоска еды. И в прошлый раз она заканчивалась гораздо медленнее. Это очень-очень странно для меня. Побежали. Вот там как раз третий дымочек. А яблоки? Где мне яблоки найти? Как странно. Нужно быть сейчас внимательнее, попытаться найти еще один такой кустик. Который мы с вами видели до этого. Прыгать я могу? Ну да, могу прыгать, в принципе. Но последний дым... Ну-ка, внимательно. Вот там, впереди. Последний дымок вот там впереди. Правда, у меня закончилось выносливее, чтобы бежать. Выносливость это такая черная полоска, которая на самом верху слева. И ее очень плохо видно. То есть, когда я сейчас отпущу все, она, по идее, должна начать заполняться. Но она почему-то сейчас конкретно не заполняется. А если я лягу поспать? Давайте посмотрим. Либо она заглючила, либо еще что-то. Потому что раньше она восполнялась. Очень странно. Либо мне нужно просто-напросто покушать. Как видите, наверху написано справа, что альфа 0.1. То есть, самая-самая ранняя версия. Как я сказал, игра стоит что-то в районе 150 рублей. Ну и, честно говоря, вот стилистически мне очень нравится. Да, вот эти все недоработки, они присутствуют. Но это пока что можно списать. Потому что, может быть, команда разработчиков очень маленькая. Смотрите, выносливость стала восстанавливаться. Это хорошо. Кстати, порой он идет как нужно, а порой нет. Вот там вот не может быть яблок. Водопад. Откуда яблоки в хойную? В лесу. Вот и я думаю, что их здесь не может быть. Так, ладно, погнали сейчас до того дымка. Попытаемся там посмотреть. Может быть там что-то есть полезное. Как минимум еда какая-нибудь. Также у нас с вами есть ночное зрение. Но прямо сейчас оно нам не нужно. Потому что, скорее всего, оно нам нужно будет ночью. Раз оно здесь есть, то я так предполагаю, что и ночью здесь есть. Пока что использовать никакого смысла нету. Потому что днем нам от него никакого толка нету. Но у нас только что справа внизу появилась надпись Enemy. То есть враг. А слева наверху Verse. Что? Я не знаю, что такое Verse. Какая-то очень странная надпись. Давайте сейчас здесь вокруг пробежим. Посмотрим, может быть здесь что-то есть. Какой-нибудь враг. Мне с кем-то нужно сразиться? Нет, я здесь явно никого не вижу. Нам с вами нужно найти еду. Но это самое главное. Всякие враги, все это абсолютно не важно. Кстати, смотри, недоработанная часть, да, карты? Прям видно, что недоработанная. Ммм, там прям досада, что они выпускают такие игры. Эта игра могла бы зайти очень неплохо людям, если бы она была чуть-чуть получше проработана. То есть тут еще нужно немножечко подождать. Но я понимаю, почему игры выходят в таком раннем доступе на Steam. Потому что разработчикам нужны деньги. Потому что даже чтобы вот это сделать, может быть было потрачено очень много времени. Я же не знаю, сколько там у них в команде людей. Странно. Слушай, а может мы с тобой все-таки найдем какое-нибудь яблочко под землей? Нет? Нет ничего, точно? Ты уверен? Да, ничего нет. Это, кстати, в прошлый раз, когда я тут бродил, я находил 3 или 4 единицы металлолома. А вот этот раз только одну. То есть, видимо, либо я не очень внимательно прошелся, либо просто не повезло. Так. Беда в том, что когда у нас с вами закончится полоска вот зеленая и синяя, то есть еды, у нас с вами начинает падать здоровье. И перестанет восстанавливать свой носовость, если не ошибаюсь. Вот там впереди еще один дымочек. Может нужно добраться до него? Сложно сказать. Погнали, погнали. Давай! Не тормози. Давай прыжками, что ли, будем туда перемещаться. Я не знаю. А если я шифт отпущу, ты будешь медленнее прыгать? Да, будешь медленнее прыгать. Давай попытаемся куда-нибудь туда добраться, потому что где-то должна быть еда, просто по-любому. Очень обидно будет, если я уже пропустил ее. Начало исчезать здоровье. Выносливость восстанавливается. Вот там впереди дымок. Нужно обязательно добраться до него. Мне очень нравится вот именно стилистика игры. То, как это все сделано. Ну ты посмотри, как это красиво. Волк очень хорошо проработан, на самом деле. Вот именно вот эти вот треугольнички, полигоны, вот эти вот. Я не знаю, почему это смотрится очень стильно. Это действительно смотрится очень круто и стильно. Ну давай. Ой! Я застрял, да? Упс! Извини, волчонок. Мы с тобой, походу, застряли. Походу, мы с тобой здесь застряли, дружище. Подожди, а куда ведет вообще это? Куда эта река ведет? Ведет она? Смотри, под водой вообще ничего нету. Ведет она куда-то под текстуры. Ха-ха! Прикольно. Я под текстурами. Но под текстурами на самом деле жизни нет. Здесь нечего делать. Ну что, здесь есть подсказки, которые говорят, в принципе, что поддерживай жажду и голод на должном уровне, чтобы не умирать. И вторая подсказка, которая была, это, как сказать, claim the camps. То есть claim это захвати, захвати лагеря, чтобы они стали твоими. Мы там с вами находили лагеря, но что там нужно было сделать? Смотри. Как попить воды? Ну хорошо, я подхожу к плоте. Подожди, вот я зашел в воду, да? Ты сейчас слышал этот звук? Ну что-то произошло непонятно, да? Я не вижу, чтобы вода повышалась. Ну-ка, клавиши E, R. Может быть, я что-то не то жму? У нас с вами есть карта. Прикольно. Но, в принципе, окей. У нас с вами есть карта. И то хорошо. Кстати, очень странно, что так быстро стало в прошлый раз заканчиваться... Ну, стал заканчиваться голод. Потому что, смотри, в этот раз этого так не происходит. С такой скоростью не летит. Вот, смотри. Здесь, типа, еда. Плюс еда. Она повысилась? Я с ней обратил внимание. Вроде повысилась. Хорошо, предположим. Могу ли я съесть кактус? Давай к кактусу подойдем. Потому что, просто, видимо, чего-то я не делаю. Того, что нужно сделать. У нас с тобой... Кстати, здесь где-то металлолом должен быть. Подожди. Вот металлолом, видишь, валяется. Раз. Где-то еще должен быть. Ну да ладно, бог с ним. Я не знаю, зачем оно нужно. Его, в принципе, нужно собирать. Но непонятно для чего. Вот здесь еще кустяки. Может, это еда будет? Нет? Попытаемся покопать. Кстати, вначале там говорится, что животные живут в мире. То есть, ну, поэтому, скорее всего, это подразумевается, что мы не можем забить там какому-нибудь оленя или еще что-то типа того. Ну-ка здесь. Нет? И так, нет, и так, нет. Все, хорошо, я понял. Я понял. Выносливость заканчивается. Выносливость заключила. На самом деле, ну, как бы... Вот сейчас вот начала восстанавливаться. Это очень досадно, что игра в таком состоянии, потому что хотелось бы, чтобы она была более проработанная и меньше было багов, и можно было хоть как-то в нее играть, понимаете? Но пока что... Пока что вроде играем. Сейчас будем пытаться разобраться, что здесь вообще сделать. Глядишь, может быть, получится. Здесь нет ничего, а? Нет, здесь еды нету. Выносливость восполняется. Ну что ж, там было написано, что claim the camps, то есть захватывай лагеря, чтобы получать дополнительные ресурсы. Вот это похоже на лагерь. Как мне его захватить? Может, путем того, что в бой выйти нужно, нет? Или это не лагерь? Нет? Нет, это не лагерь. Хорошо. Вот это вот следующая точка. На самом деле, это очень похоже на лагерь. Не находите? Вот мне кажется, прям очень похоже на лагерь, потому что котелок стоит, все дела. Но как его захватывать, абсолютно непонятно. Вот это, в принципе, можно назвать лагерем. Но вот это вот... Ну если нет, то что может быть лагерем? Я просто даже не понимаю. Давай сейчас придем сюда. Нашли. Теперь попытаемся здесь, например, повыть. Вот там еще вдали какая-то постройка непонятная. Нет, здесь ничего нету, да? У нас с тобой выносливость, еда. Еда не восстанавливается, ничего не восстанавливается. Здесь, в лагере, вскрыть ничего невозможно. Ну вот смотри, вот там деревья, которые могли бы быть яблонями, в принципе. Ну, с какой-то стороны. В таком вот стилизованном виде. Но могли бы быть. Но это не яблони. Где яблоки? Где еда? Но вообще в этом, безусловно, что-то есть. Что-то действительно очень прикольное и необычное. Опять же, весь этот мир, ну то есть, как бы, то, что моря высохли, остались только животные, людей нету, от людей остались только вот эти вот руины, да? В этом есть что-то интересное. То есть, с этим можно, как бы, работать и создать интересную игру. Опять же, мне очень нравится она стилистически. Но то, что пока что в ней дичайшее количество багов, и, как видите, просто нету еды, она не раскидана еще нигде. Я думаю, что в ближайшее время появится. Возможно, игра чуть раньше вышла, чем, ну, как всегда, вот прям, чем нужно было буквально где-то на месяцок. Будем подождать, будем посмотреть. Надеюсь, что разработчик добавит в игру новые элементы, немножечко ее доработает, и в нее уже хоть как-то можно будет играть. Я, кстати, постараюсь с ним связаться и уточнить, что вообще происходит. Но на этом этот выпуск давайте завершим. Посмотрели сегодня с вами вот на такой инди-проект, в котором нам предлагается поиграть за волка, повыживать за волка. Пока что это сделать невозможно, но надеюсь, что в ближайшее время доработает. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Можно даже поддержать эту игру и купить ее, чтобы разработчик понял, что нужно быстрее и лучше работать дальше. На это все. Не забывайте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре. Так что другим играм удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok